Итак, итакушки, итакушки, итакушечки, уважаемая публика, бабушки и дедушки, папы-мамы, а также и детишечки. А вы там есть в зале? Вас не слышу, а? Да! Ну, молодцы добрались! Ну что ж, тогда сейчас вы увидите спектакль «Буратино» с современной интерпретацией. Мы начинаем! Здрасте, 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 мои дорогие зрители, здрасте! Вы даже не представляете, как я рад вас всех видеть. Простите, простите, что вынужден принимать вас в этом скромном, шумном помещении. Раньше, раньше я собирал в зале гораздо больше этого, да? Было время, да вы, конечно, узнали меня, а? Кто это? Ну? А? Ну? И все? Карабан! 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 Я так и знал, что вы назовете только одно мое имя. Ну, конечно, конечно, кто сейчас вспомнит о скромном, гениальном режиссере, о простом, великом драматурге, о тихом и незаметном, лучшем мире директоре театра. А ведь все эти три человека — это я, доктор кукольных, товарищ, высший хорринов, ближайший доктор Барабанского короля, Сергей Карабан, Барабан, 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 и сегодня там Ахмед Ваштрихиев, санторой. Таврический, ведь это так просто, да, мужчина? Вот вы мне здесь скажетесь самому улыбчу. Ну? Повторите, кроме Карабан, Барабан. Давай последнее слово. На подсказку давал? Таврический, уже подсказали. Ну ладно, кушайте, не отвлекайтесь. Ну ладно, уважаемая публика, не буду вас мучить. И сейчас я расскажу вам свою историю! Дамы и господа, мальчики и девочки, куклы и животные. Я сирота, но я добрейший, добрейший души человек. И очень, очень-очень сильно, при очень-сильно люблю театр. Я его люблю настолько сильно, что готов кричать. Ну зачем же? Зачем же я буду кричать? Лучше я вам спою. Когда я ребёнка в театр попал, я был как в волшебном сне. Лишь сокрою глаза, сразу вижу тут взору. Театр всегда помня. Это дороги, я не всегда помня. Она спела. И все бы я ни был, куда не пошёл, я был у них просто в огне. И только вчера, мне только хорошо. Театр внутри меня. А вы любите театр, а? Не слышу? Да? Тогда почему же вы не хлопаете того? Посмотрите на них, любят и не тянут, И не аплодируют, карабан, барабан. Вот пока не попросим вас. Спасибо, спасибо. Ах, детство мое утекло, как вода, И назад не вернуться уже. Но душой не старею, и я никогда Театр в моей душе. Но душой не старею, и я никогда Театр в моей душе. Ой, да ладно, ладно, хватит вам уже краску мне угонять. Спасибо, спасибо. Но театр был не только в моей душе, Но и на самом деле с блестящей трупой Замечательными постановками. Моем репертуаре были настоящие хиты. Любовная травма, Ромео и Мальвина, Детективный мюзикл, Семейная комедия, Слишком женатый Артемон, Да, все таки было. Но самое главное, Я сделал своих артистов звездами, Их портреты были на обможках журналов. Мальвина, Мальвина стала куклой Кодель, Что? И что я получил от них место благодарности? А девочка, как ты думаешь? Не знаю, что. Вот-вот они меня предали, Дядя подсказывает. Предали. И ради кого? Ради кого? Бандиты и преступники очень часто выбирают себе Самое безобидное прозвище. Но самое страшное прозвище, Которое я когда-либо слышал, Это Папа! Небось и мальчик, Папа Карло! От этого прозвища у меня мороз по коже, А ведь у него даже не было детей. Дон Папа Карлос! Не бойтесь ни тигра, Ни льва, ни шокова, Побойтесь коварного Бабу-корва, На вид безобидный старик, На деле он, мастеры, три, Поймешь и тебя, А в шармане тонми. Вдох проекте, Вдох проекте, Вдох проекте, Бабусь fosseah Hatun Я придется порефитировать, это точно. Зачем же? Зачем же он создал этого деревянного бэда? А я вам сейчас расскажу. Я вам сейчас все расскажу, мои дорогие зрители. Карл завидовал моему таланту и успеху. Он сидел в своей комарке, замышлял против меня разные кости. И придумал украсть у меня моих артистов. Он подослал ко мне на спектакль своего деревянного бэда. Тот смешался как со зрителем. И как порядочный стал смотреть мое представление. Здравствуйте, меня зовут Пиро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием Девочка с голубыми волосами или 33 подзадельника. Меня будут холодить помпы. По счетам. Давай по счетам. Легче. И подзадельники. Веселее. Хватит. Мальвина. Я в течение, что это место режиссера. Двигайтесь. А ты ж охмачь, что ралей. Ой. Вот так видно наверху. Видно, хорошо? Да ладно, ладно, ладно. Мальвина. А так, зовут твою невенту, а ты больше не будешь транс. А ты не будешь задавать дураке вах. Олей. Тебе видно, девочка? Видно? Хорошо. Вот, вот, вот. Мальвино, слышали? Девочка с голубыми волосами. Да разве бывают девочки с голубыми волосами? Не верите? Вот, смотрите, вот. Нам было столько весело. Видите, Мальвиночка, девочка с голубыми волосами. Я не брал, вот. Да вы тут пуп протираете? Ой, вы такие молодцы. Ой, смотрите. Смотрите. Постановочка моя. Нравится вам постановиться? Такая, да? Скажите? Да, вот, вот. Режиссура, кстати, тоже моя. Хорошая, да? Вот такая. Музычка тоже моя. Не отвлекайтесь, послушайте. Хорошо, да? Текст, кстати, тоже мой. Да ладно, наслаждайтесь, не отвлекайтесь. Ой, вот. Я Буратино. Вот это Буратино. Ты что тут делаешь? А ты что тут делаешь? А ты что тут делаешь? Я артист. Вот именно артист. И я артист. О, такой же прям артист. Ты не артист. У тебя нет хозяина. Вот именно. Ты никому эти хозяева не нужны. Ай! Ай! Встань на у меня! Ребята! Ты жив отсюда? Кто со мной? Ну как же? Я же сказал хозяева. Не, 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 не слушайте его. Его сюда специально подослали, чтобы он распространял эту вредную собиральную мысль о том, что хозяева никому не нужны. От этих мыслей разрушаются не только театры, но целые страны. Вот вы чего сидите тут в первом ряду и ничего не делаете. Звоните, скажите, быстро помогут. Ваш воцерк, ваши слуги, пенсионный фонд, в Польшу, Россию. Звоните скорее, помогайте мне. Сидят они в первом ряду, улыбаются. Стоять, 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 Артем он. Стоять, тебе говорю. Собака. Когда я прибежал, кладовка была уже слишком поздно, они сбежали. Ведь я так любил своих кукол, их так любил. Конечно, я разнашил огромную награду по приемке опасного преступника, но я не мог просто так себе сложа рук не ждать. Пока кто-то сообщит мне, где мы сбежавшие артисты. И я мальчик. Ха-ха-ха-ха, да-да-да, решил действовать сам. Но вследствие от отца мне достался кот. Котик, пока ты живой. Чтоб прославить фамилию и восклавить фамилии каких-нибудь список, номеров. Есть одно только и? Спасибо! Бедный у меня, спасибо! Пиши, меня, полей. Подруга Люска его, алиса. Если не тебе никого,atz, ни урад. Неудуешь процессок, люби проще. Если за душой никогда нет, Д да не помогли об этом. Если за душой никогда нет, То не мог. Нет? Не думай, я душу. Ша-ха-ха. А лучшая жилотная в городе А как деда И он обладает И от тебя дедушки Такое тоже бывает Алиса 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 Я одну Не думая Жизнь Алиса Он оказался не так прост, он силой затащил их, харчал в него и стал пытать едой. Барашка, гусенка, губенка, да пожалуй еще и печеночки. Печеночки, вон! Честь. Конечно, самому себе он не был так жесток. А мне три мальчика. Берятные животные чуть не умерли от прилетания. Такие ребятки снова попытался сбежать, он обман, затащил их на городскую свалку, заявив, что это остров. Точнее, не остров мечты. Это как ее поле чудес. Но вообще, где сбываются все эти самые мечты. Там он за эту планету в неизвестном месте разбежался и бросился в пруд, где сразу привлек внимание отпетой мошенницы. В детстве я была непопулярной черепашкой, Все с кем я дружить хотела, а крича нет. Мне плевали неверно в тушу на распашку, Но бабушка-то терпит, ну а такой совет. А тратистико-паттери не слушай молодежь, Не переживай, и ты всех переживешь. И с тех пор я перестал ждать от мира, И во всех вопросах полагаюсь на себя. Я ищу причала, чтобы стать кому-то новым. Но бабушка сказала, можно удовольствовать любя, Папушка сказала, можно удовольствовать любя. А тратистико-паттери не думает о любви, Не переживай, и ты всех переживешь. А отрастить упор свиней думай на любви Не переживай, и пристально женишь сон Молос и двое 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 Когда я был молодым и доверчивым, я что-то по мере в болоте гинал камни в воду. Одним из таких камней оказалась черепаха тортилла. Она, конечно, приняла мои извинения. Вы же знаете, какие эти черепахи злопамятные, как долго они живут. Мы разговаривались, она выведала все мои секреты. Про картину с нарисованным очком, про дверь за ней и про ключик, который открывает эту дверь. Этот ключик дала мне моя мама, когда мы с ней впервые сходили в театр. Она сказала, этот ключик открывает дверь к счастью, где будет ждать меня. А? Кто? Ну? Нет, не театр. Ну? Ты, мальчик, хочешь в Буратину поиграть в моей сказке? Нет? Нет. Ну? Нет, не зрители. Ну, давайте взрослый скорейте вас подключайтесь, дети полчаса, спектакль не задерживайте. Скорей, кто выждан? Нет, не сверчок, я его вырезал с моей сказки. Нет его там вообще. Ха-ха-ха. Ну? Любой, хорошо. Ну? А? Нет, не отчет. Друзья тоже хорошо. Ну, нет? А? Дружба тоже хорошо. Ну, вы вообще смотрите мою сказку, за сюжетом следите? Вы вроде улыбаетесь сидите? Ну, смеетесь? Да нет, ну... Ну, мама сказала, меня там будет ждать кто? Это да, хорошо. Но? Еще раз. Мама сказала, иди сынок, тебя там будет ждать? Ну, конечно, папа, ну, стандартная ситуация. Мама сказала, тебе там будет ждать, папа, ну? С тех пор я не расставался с этим ключиком, я на миг искал эту волшебную дверь. И своего отца, которого я никогда не видел, тратила, выслушала меня внимательно. Выхватила ключик у меня из рук и бросилась на утек. Но вы же знаете, какие эти черепаки шустрые, да? Стоять, стоять. Она спрятала ключик и залегла на дно. На дне болото наступило в преступный сговор с деревянных бальчиков. Рассказала ему все мои секреты, отдала ключикам. Я должен был что-то делать. Мне надо было восстановить это полено. Ведь ключик был у него. Стоять. Иди сюда. Где ты? Нет, меня не уйдешь. Я тебя третую застану. Иди сюда. Где ты? Да, собрался. Куда ты делся? Где ты? Где он? Где он? Где он? Где? Вот ты где. Пойпался? Пойпался? Субтитры делал DimaTorzok Вернуться к роду, повеситься на свои гвозди, соблюдать тишину и спокойствие. Ко мне на помощь пришли коды в сад. И началась страшная битва. Давайте нападайте, сейчас мы вам дадим ответ. Код, где дрался как лед, давал ценное указание налево, Направо, мы почти победили, как будто появился он. Рука вот заскученная, брови натхмуренные, папа Карлов, он подошел и ударил мне в сердце. Своим видом он отпихнул кода. Ко мне подошел, религийный дал мне пощечину, Который я его научил, и который ведь его прославил, И который кормил его на все эти годы. Орликинушка, сынок, не надо, что ты делаешь? Опомнись тебе, говорю, Орликинушка, не надо, ой! Блестящий удар. Когда я пришел в себя, И доповылял до коморки Карла, Было уже слишком поздно. Они открыли мою заветную дверь И нашли там театр, Который по праву принадлежал мне. Это был, ну, замечательный, Великолепный театр. Но в нем не было счастья, которое я так долго искал. И в нем не было моего папа. Там были только эти куклы, которые меня предали. И шарманчик папа Карла. Кстати, я до сих пор не понимаю, откуда у него это прозвище. Ведь папой Карла их его называли задолго до этой деревянной куклы. В одно мгновение я лишился сразу всего. Театр, артистов, заработок, Социальные карты московичок, пенсии. Но самое главное, я лишился своей мечты. И я не буду бороться за этот новый театр. Нет, а зачем? Пусть развлекаются себе, пусть веселятся, Но уже не без меня. Я тут у меня никого нет. Котик, друг мой. Котик, мой друг. Да, мой друг мой. Котик, мой друг. Мой друг мой. Да, вот, да. Котик, друг мой. Да, вот. Котик. А то, то, Алиса ушла сколько-то. Да? А? Ну, слушай. Ушла Алиса. Ушла Алиса. Ушла Алиса ушла. Вот, да. Ушла Алиса. Ушла. Ушла Алиса. Ушла. Да, вот. А может, ты еще вернешься? Ушла Алиса. Нет, вот. Мои сказки вообще ничего не понять, но скажите, да? Я сам не знаю, кто там будет дальше по нарисуемой современной драматуре пьес детских сказок. Да? Ну ладно, Котик, ты не переживай, но для меня теперь самое главное, чтобы люди знали, как было все на самом деле и не считали меня злодеем. Ведь я просто шел за своей мечтой и делал то, что любил. ну чего тебе купил где я могу их примерки а там все равно пустая куда алиса это все-таки делать она случайно провалилась кроличу народу прислала телеграмму что обосновала стороне чудес у меня терновый к чеширский улыбчиво не так что я не переживаю что меня тут теперь ничего не держит пойдем мы не могут все бросить ходе ты же знаешь на что тебя держит ты же сам себя хозяин что от других хозяева не делай ну казалось приторки перейдем на свой статей ночью который готовы быть верными и преданными вот и котик был со мной всегда и между прочим мне как сынулька родной котик это же это же свою фамилию ну конечно я где великаны, людоеды, творцы и угодья. Ты мог бы стать маркизом. Что? Я маркизом-карабасом? А почему бы и нет? Я тебе помогу, помогу. Ты даже можешь жениться на принцессе. Что? Догоняй! Что ты такое говоришь? Котик, я могу жениться на принцессе? Ну тогда, конечно, ухожу и женюсь на принцессе. А вы не поминайте лихо. И не верьте вы всему подряд. А я начинаю новую жизнь с чистого листа и с принцессой. Котик, подожди, я иду с тобой. Но нет, 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 нет. Вы не подумайте так. Нет, ну зачем же я? Нет, я не бросаю театр. Нет. Я обязательно вернусь. Через год, через недельку. Ну или где-то через часик пятнадцать. Как там по расписанию? Потому что театр всегда во мне. Когда я ребенком в театр попал, Я в нем, как волшебно в сне. Лишь сокрою глаза, сразу вижу концов. Театр всегда в огне. И где бы я ни был, куда ни вошел, Я помню тура, но печаль. И только в театре мне там хорошо. Театр внутри меня. Это новая жизнь, новый стиль. Порой на кровь, порой на кровь. Новая жизнь, новый стиль. О, да, 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 да. А огнецово моё утекло, как вода, И назад не вернуться уже. Но душой не старею, Я никогда терал мою душе. Благодарю вас, мои дорогие зрители. Спасибо, что пришли на мой спектакль. Хорошего дня в нашем парке. Малыши, малыши, берегите взрослых, Не трепите им нервы. До свидания, мои хорошие. Давайте детям по пятерочке для хорошего настроения И селенушке богатырской на целый день. Ах, молодец, давайте. Вот, чтобы радостные были, Целый день и домой благополучно добрались. Вот так, молодцы. Давайте, пятерочки. Ах, отлично. Давайте, пятерочки. Вот так, молодцы. Спасибо вам, до свидания. Вот так, давайте. Вот, до свидания, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Благодарю.